Если же с совестью лукавою в наказание и мучение, идущий же сказанный пьющий Господа недостойно суд себе ест и пьет. Если оскверняющий царскую парфиру наказывается одинаково с раздирающими ее, то что удивительного, если приемлющее тело Христово с нечистой душой подвергнуться тому же наказанию, какому и те, которые истерзали его гвоздями. Смотри, на какое страшное наказание указывает Павел в словах. Воотвершись, кто закона Моисеева без милосердия при двух и трех свидетелях умирает, то сколь текчайшему повинен наказанию, будет тот, кто Сына Божия поправ и кровь завета скверну возомнив, который осветился. Причащаясь тело Господне и пия кровь его, будем твердо помнить, что мы приобщаемся того тела, которого сидит в горе, и которому поклоняются ангелы, которые находятся в близне тленной силы. Это именно тело мы вкушаем. О, сколько открыто нам путей ко спасению! Он соделал нас своим телом, дал нам свое тело, и все это не отвлекает нас от зла. О, омрачение! О, бесчувствие! И опять, дивный некий старец поведал мне, что он сподобился увидеть и услышать нечто такое, что если имеющие переселись и отсюда причастятся в святых тайн чистой совестью, то когда умрут ангелы ради всего причащения, доренося возносят их отсюда. И божественный Иоанн Дамаскин, поскольку мы двояки и двусоставны, то надлежит и рождение у нас быть двояку, и пищи сложны. Рождение дается нам водой и духом. Пища же нам есть хлеб жизни, Господь наш Иисус Христос, шедший с небес, еще гораздо ниже. И как в крещении, поскольку обычно людям мыся водой и мазаться елеем, сочетал он с елеем и водой благодать духа, и соделал то бани и паки бытия, так и поскольку обычно нам есть хлеб и пить воду и вино, сочетал он с ними свое божество, и соделал их своим телом и своей кровью, дабы через то, что обычно и что по естеству бывает, бывает нам в состоянии, которое выше естества. Тело воистину соединено с Божеством, то тело, которое святые девы, не потому что само тело, вознесшееся на небеса, сходит, но потому что самое хлеб и вино притворяются в тело и кровь Господа Бога. Если желаешь знать, как это бывает, то довольна тебе услышать, духом святым, как от святые девы духом святым сам себе, и в самом себе Господь плоть составил. Больше этого мы ничего не знаем, но только то, что Слово Божие истинно есть, действенно и всемогуще. Способ же, как не следим. Еще немного спустя, с верой достойно причащаемся, бывает святое причастие в оставлении грехов и в жизнь вечную, и во хранение души и тела, а тем, которое без веры недостойно причащается в осуждение и мучение, как и смерть Господня, «И не есть хлеб и вино, только образ тела и крови Христовой, да не будет, но самое тело Христово обоженное и самая кровь, ибо Он говорит, «Плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье». Еще пониже. «Тело и кровь Христовы служат к укреплению нашей души и тела, но они истощаются и тлению не подвергаются, а бывают нам в охрану и ощущения от всякой скверны. Им, будучи ощущаемы, соединяемся мы с телом Христовым и духом Его, и бываем тело Христово. Хлеб этот есть начаток будущего хлеба, который есть насущный, ибо насущный или на будущий хлеб указывает, то есть на хлеб будущего века, или на тот, который мы теперь принимаем к сохранению нашего существа. «И воплоть Господне есть дух животворящий, потому что он животворящего духа, а животворящего духа зачалось. Рожденное же от духа есть дух. Рожденное от духа. Говорю же это я, не отрицая естество тела, но желая показать его животворящность и божественность». Еще в самом конце сей главы, «Сии тело и кровь в таинстве» называется вместообразными «будущих, не как бы несущие истины тела и кровь Христова, но потому что ныне через них мы причащаемся Христово Божества, тогда же мысленно через одно созерцание Его. И Божественный Макарий, как вино по всем членам пьющего расходится, и бывает вино в нем, и он в вине, так и пьющий кровь Христово духом Божества напояется, который по всей душе расходится, и душа бывает вся в нем, и осветившись таким образом, делается достойно Христа Господа. Ибо апостол говорит, все одним духом напоены. Так же истинно причащающийся хлеба в Евхаристии сподобляется причастниками быть Духа Святого. И так достойные души во веки могут живы быть, и как для тела жизнь не из него самого есть, но извне его есть, то есть от земли, так о душе благоволил Бог не из собственного его естества, но из своего Божества, и из Духа Своего, и Света, иметь пищу, питье, одеяние, которое суть истины, и жизнь души. Ибо Божественное естество имеет и хлеб жизни, сказавший, я есть им хлеб жизни, и воду живую, и вино веселящее, и лея радования. И святой Исидор при общении называется причастие божественных тайн, потому что оно подает нам соединение со Христом и соделывает нас общниками Царствия Его. И святой Нил, невозможно иначе спастись верному и оставление при грешении получить и Царствие Небесное восподобиться, если со страхом вера и любови не причащается он при чистых тайн тела и крови Христовых. Подобно этому пишет и святой Василий Великий в письме к благородной Екисарии. Хорошо и приполезно каждый день приобщаться и принимать святое тело и кровь Христову, потому что сам Христос ясно говорит едущему и плоти, пьющему и кровь, имеет жизнь вечную. Иоанна 6, 54 Ибо кто сомневается, что непрестанно быть причастником жизни ни иное что значит, как жить, моножайше. Мы причащаемся четыре раза каждую седьмицу, в день Господень, в среду, в пяток и субботу. Даже и в иные дни, если бывает память какого святого. Том 6, письмо 89. Думаю, что в эти дни и литургисал святой сей, ибо всякий день не мог, будучи обременен столькими попечениями. И святой Аполос сказал, что монахи должны, если могут, приобщаться каждодневно к святых тайн, потому что кто удаляется от святых тайн, тот удаляется от Бога, а кто постоянно приобщается, тот всегда принимает в себя спасителя. Ибо сам Спаситель говорит, «Идущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем». Итак, это весьма полезно монахам, потому что через это они постоянно творят воспоминания спасительной страсти Христовой. К тому же при этом каждодневно должно им быть готовыми и так приготовлять себя, чтобы быть всегда достойным им приять святые тайн и отпущение грехов в сподобице. В братстве преподобного Аполлоса всегда соблюдался такой порядок жизни. Святой лестничник говорит, «Если тело другому телу прикасаясь, изменяется действием его, то как не измениться тому, кто непорочными руками прикасается телу Божию?» Написано также и в Герондике. Иоанн Востерский, муж святой и власть имеющий над духами нечистыми, спросил бесов, живших в некоторых отраковицах бесноватых и злодействовавших в них, говоря, «Каких вещей боитесь вы в христианах?» Те ответили, «Вы воистину имеете три великие вещи. Первая та, что носите вы на шее вашей. Вторая та, чем омываетесь вы в церкви. Третья та, что вкушаете вы в собрании». Когда спросил он их еще, «Из этих трех чего больше боитесь вы?» Они сказали, «Если бы вы добре хранили то, из чего причащаетесь, то никто из нас не возмог бы оскорбить христианина». Эти вещи, которых боятся наши неистовые враги, более всего, суть – крест, крещение и причащение. Вот, чадо любезнейшее, исполни на твое прошение с Божьей помощью. Если, может быть, мы не сумели, сделать это в точном соответствии твоему желанию и ожиданию, то всяко сделали по силе своей. Но Богу любезно делай мое по силе. Ты же смотри, не до сего только простирай твою любовь к научению и труд по нему, но и визь себя и делами добродетелем, научением и ревнителем. Ибо знаменитый брат Божий говорит, «Братья мои возлюбленные, бывайте творцы слова, не только слышатели, обманывающие самих себя, потому что кто – слышатель слова, а не исполнитель такой, подобен мужу, рассматривающий природные черты своего лица в зеркале, посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, какой он есть. Но вникающий в закон совершенный, закон свободы и пребывающий в нем, есть не слушатель забывчивый, но творец дела, сей блажен будет в действовании своем». Более всего надлежит тебе уразуметь, как следует верной, с подобающим благоговением, принимать и выслушивать божественные и духовные законоположения отцов. Ибо Святой Макарий говорит, «Духовные предметы, недосязаемые для неиспытавших их, к Душе же Святой и Верной на помощь к постижению их приходит причастие Святого Духа. И тогда небесные сокровища Духа, приемлющими их опытом, одному бывают явственны, непосвященным уже все, даже и помыслить о том совершенно невозможно. И так благоговейно слушая о них, пока и ты веры ради сподобишься получить тоже. Тогда самым опытом душевных очей узнаешь, каких благ и таинств души христиан могут быть причастны еще здесь. Находясь в таком состоянии, ты очень скоро соберешь богатый приплод и пользу от того, что написано и от того, что услышать случится. И, соединяясь с научением и деланием узнанного, преуспеешь до того, чтобы в состоянии других увещевать и руководить самым опытом к вещам божественнейшим. Для многих недоступным. Что и будет тебе всемощную дланью Господа Иисуса Христа держимому и направляемому. Аминь. Поскольку пресыщение словом неприятным для слуха, как пресыщение пищи для тела и вообще умеренность во всем есть наилучшее дело, то надлежит и нам, избегая излишества и лобызая мерность, как наилучшее, потолковать еще немного о нашем предмете. И, сделав краткое некое оглавление настоящего сочинения, на этом бросит якорь слово нашего. 95. Отцы говорят, что желающие разумно трезвенствовать, пусть сошедшие путем дыхания внутрь сердца непрестанно понуждают себя молиться, чисто и непарительно, одним внимая словам молитвы и в них углубляясь. Именно. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Да то ли, пока ум просветится в сердце, как говорит святой диадох, которые это святое преславное имя не пристанно содержат мысленно в глубине сердца своего, те могут, наконец, увидеть и свет ума своего. Когда же это совершится по Божьему мановению? Тогда с момента этого все остальное течение нашего по Богу жительства, как во свете ходящее, более же, как с нами света сущие, не заблудно и непреткновенно пройдем мы, как говорит сам света податель Иисус, да коли свет имеете, веруйте в свет, да будете с нами света. Еще я есть свет мира, уходящий во мне, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. И святой Давид так взывает Господу, во свете Твоем узрим свет. И божественный Павел, Бог повелевший из тьмы воссиять свету, который воссиял в сердцах наши. Ибо им, как неугасимым и светлым светильником, истинно верные путеводятся и простирает взор свой за пределы чувственного. И им, как чистым сердцем, отверзается небесная дверь ко всякому, равноангельному и высокому образу жизни и устроению. И таким образом, как из солнечного диска, воссеевает им свет, делающий их способными духовно рассуждать, прозревать и предузревать и подобное. И вообще, через него воссеевает им всякое показание и откровение безвестных тайн. И силой и приестественной и божественной исполняются они в Духе Святом этой же преестественной силою, и персть их облегчается, или лучше плоти их утончается, и как метеор, будто горе воспаряет. Сею в Духе Святом просветительные силы, некоторые святых отцов еще в теле сущие, будто невещественные и бесселесные, немокрыми переходили ногами реки непроходимые, и море, кораблеходное, моря. Долгие многодневные пути в одно мгновение проходили, и много других совершали дивных дел на небе, на земле, в солнце, в море, в пустыне, в горах, во всяком месте и стране, в зверях, в гадах, и вообще во всякой твари и во всех стихиях, и прославились. Когда стояли они на молитве, святые и честные тела их поднимались от земли, как бы окрыленные, по кончине, оставались нетленными, и творились знамения и чудеса, по воскресенье же восхищены будут встретения Господня на воздухе, и так всегда с Господом будут, как удостоверяет таинник Божий Павел. И святой Макарий, всякая душа, вера и стараниям о всех добродетелях еще здесь, сподобившиеся облечься во Христа, в силе и удостоверительно сподобляется всегда получать существенное ведение небесных тайн, соединено будучи с небесным светом нетленного образа своего. В день же воскресения тела, в силу того же славного небесного образа, прославится душе, и духом восхищено будет встретение Господа на воздухе, соделавшись сообразным телу славы Его. Этих новых и невыразимых словом вещей и разумений началом и породительницей бывает упомянутое перед этим безмолвие при совершенном беспопечении и в соединении со вниманием и молитвою, имея основанием твердым и ограждением неодолимым исполнение божественных заповедей. От этих же беспопечения говорю безмолвие, внимание и молитвы сердечное движение теплота страсти и бесов палящее и сердце как в говниле очищающее а от этой Господа Иисуса Христа вожделение и неисточимое любление от этого сладкое как из источника течения сердечных слез которыми душа и тело в покаянии и любви и благодарении и исповедании как и сопом очищаются и утучняются от них тишина и мир помыслов которому нет предела так как всяк ум превосходит а от него снегосиятельно светлое осияние конец так же всего доступное человеку бесстрастия души прежде тела воскресения образы и подобия Божьего изображения и возвращения все состояния путем деяний созерцания веры надежды и любви так же совершенное горе к Богу простертие непосредственно с Ним соединение иступлений и почитие в нем и стояния в настоящем веке как в зеркале гадания и залоги а в будущем ведение Бога лицом к лесу совершенное ему причастие и пресносущное им наслаждение сей путь и духовное по Богу жительство и священное делание истинных христиан есть истинная незаблудная и неподдельная во Христе сокровенная жизнь его проложил и к нему тайноводствовал сам Богочеловек сладчайший Иисус по нему прошли божественные апостолы по нему проследовали бывшие после них и им как и должно последовавшие славные руководители наши и учители которые с самого начала с первого на землю пришествия Христова даже до ныне как светило сияет в мире зарями живоносными словес и дел предивных одни другим передавали и тем которые в наше время передавали это доброе семя сей священный квас сей начаток святой сей залог некродом и сию благодать и силы свыше сей бисер многоценный сей божественное отеческое наследие сие на селе сокрытое сокровище сия обучение духа сия царское знамение эту живую и текшую воду этот огонь божественный эту честную соль этот дар это запечатление это свет и подобное этому что и отеле будет как наследство передаваемое таким образом переходит из рода в род до самого второго пришествия Христова ибо не ложен обетовавший сей я с вами во все дни до скончания века аминь хотя иные пути и жительство если же хочешь и делание были и суть в обычае как добрый ко спасению ведущий покой дающий тем который их проходит но этот есть предпочтительно царский все другие делания как душа тело превосходящий как вполне обновляющий до усыновления Богу и дивно в духе обожающий человека который проходит его достодожно как говорит Василий Великий дух святой пришедший в душу дал жизнь дал бессмертие воздвиг лежащего подвигнутый же от духа святого движением присносующим стало животным святым и человек по духу вселившемуся в него принял достоинство пророка апостола ангела Бога сущего прежде того землей и пеплом 99 по причине высоты делания жительство сие многоименно всего ради святые отцы жительство сие величает многими славными наименованиями они наименовали его путем разумным деянием похвальным и созерцанием верным пространнейшую молитву и трезвением ума и умным деланием делом будущего века ангельским жительством небесным житием божественным поведением страной живых таинственным воззрением духовной трапезой полнейшую раем Богом соделанным небом небесным царством Божиим царством мраком превысшим света жизнью во Христе сокровенную боговидением обожанием приестественнейшим и другими близкими к сим этим божественным отцам последуя и мы в лукавых и нечистых помыслах словах и делах живущие решились старательно исполнять исполнить твое возлюбленное прошение и не поленились делать как ты просил даже и больше мира нашей твоей ради любви и отеческой заповеди как сказали мы в предисловии к этому труду жизнь же этой рано ангельной предводитель есть сын божий бог слова по новому неизреченному воплощенному домостроительству своему по благоволению безначального отца и содейству святого духа 100 норовоучения что с божьей помощью и благодатью и нам сколько можно стараться должны подвизаться до сподобия отныне еще и виде залога таких сверхъестественных и величайших даров и ради малого разленения увы да не упустим их что да не буди нам когда такие и столькие предлежит нам благо возлюбленное не в надежде только но и по обетованиям в будущем но ныне воистину и делом возревнуем обучить их пока имеем время почечем восподвизаемся да сподобимся их и мы за малое и привременное старание о них и краткий труд более же подару благодати Божией недостойны нынешние страсти ничего в сравнении с хотящей открыться в нас славою Римлянам 8.18 по словам Павла божественного проповедника послушаем его если отныне постараемся обретем их по уверении его в виде начатка и обручения постараемся ибо если приглашаемые из низкого доли к сродству и общению с царским домом все для получения того пускает вход и слова и дела и умышления хватаются даже за самое недостижимое с презрением нередко самой жизни и это ради славы и чести привременной и скоро приходящей служащей иной раз не на добро а на пагубу то сколько более надлежит употребить и деятельность и рвение нам призываемым к общению браку и сочетанию с Богом всех царей царем и создателем садетелем всегда пребывающим и свойственником свойственником своим славу и честь подающим пресветлые и непристающие и не это одно но еще с получением области чадами божьими быть как говорит Евангелие а те которые приняли его дал им власть быть чадами божьими верующим во имя его область дает он а не властительский влечет и не против желания нашего принуждает ибо властительское принуждение всегда вооружает принуждаемого против принуждающего чтобы воздать злом за зло всем образом он воздает честь древнему нашему самовластью дабы когда дело благое всецело делается по его благоволению и благодати совершение его приписывалось нашей ревности и старанию он хотя бог есть и владыка все свое сделал всех одинаково создал за всех так же и умер чтобы всех равно и спасти за нами же оставлено приступить к нему уверовать соделось со своими ему со страхом рвением и любовью служить ему истинно возлюбившему нас человеколюбимому владыке и попечителю да вожелание даже и смерть за нас подять самоохотно и смерть поносную чтобы избавить нас от тиранства дьявола начала злобного врага нашего примирись с богом и отцом и наследниками божиими и сонаследниками своими соделать что придивно и приблаженно не дадим же себе ради малого какого-либо и краткого самоугодливого разленения и вознерадения и поддельного какого удовольствия отстранить себя от таких и стольких благ чести и наслаждений но ревностно будем делать все подобающее и всякие нести труды не щадя если потребуется и самой жизни ради угождения Господу как и он не пощадил своей ради нас и при том Бог сущий да сподобимся таким образом и нынешних и будущих даров и венцов 424 буди честным его отцом и соприсносущим и всесвятым и благим и животворящим его духом ныне и пресно и во веки веков аминь блаженного калиста патриарха главы о молитве если хочешь держать настоящее делание молитвы подражай гусляру который преклонив немного голову и ухо обратив к струнам искусно ударяет по струнам и извлекая гармонические звуки услаждается их мелодией ясен ли тебе пример этот гусли сердца струны чувства обрецала память Божия гусляр ум ум памятью о Боге божественных вещах извлекает из Бога боязненного сердца чувства святые от которых сладость некая неизреченная исполняет душу и ум чистым бывая освещается божественными озарениями гусляр ничего не видит и не слышит кроме своей мелодии коей и услаждается и ум во время молитвы действенной трезвенно углубляется в сердце и ничему уже внимать не может кроме Бога все внутреннее его изрекает к Богу давыдским глазом при льпе душа моя по тебе если чувство телесных не заградим то не источится в нас ключом бьющая вода он и который даровал Господь самаряныни сия ища чувственной воды обрела иную воду живую и текущую внутрь ее самой ибо как земля естественно имеет в себе воду которую как только откроется исход тотчас и изливает так и земля сердце естественно имеет в себе эту воду духовную из него ключом бить начинающий как только возможно станет подобно праотеческому свету который через прислушание потеряна дамам 5 как вода чувственно непрестанно течет из источника так живая вода ключом бьющая из души и по открытии ее не перестает источаться она и в душе богоносного мужа Игнатия вселившись располагала его говорить нет во мне огня вещества любивого питающегося веществом но во мне вода действует и говорит сия блаженная больше и треблаженная вода умная говорю трезвение души подобно воде бьющей истощающейся из глубины земли это вода что из источника истекает источник делает полным а вода что бьет из сердца и как бы сказать приснодвижимо движимо бывает духом всего внутреннего человека исполняет божественную духовную росою внешнего же делает огненным ум очистившись от всего внешнего и чувства всецело подчинивши себе деятельную добродетелью неподвижен пребывает внутрь сердца как в центре водружает взор свой там приемлем мысленное озарение как блистание молнии нына собирает он божественное разумение слыша это никто из непосвященных или еще молока требующих да не касается того как такого чего касаться не в свое время запрещено покушение тех которые прежде времени взыскивают того что бывает в свое время и стараются насильно протесниться в пристань бесстрастия без должного к тому приготовления святые отцы назвали умоиступлением ибо не знающему букву невозможно читать книг движение вследствие подвига производимое в душе божественным духом делает сердце тихостным и непрестанно побуждает его вопиять авва отче но это не сопровождается каким-либо воображениями или бывает безобразно нас же преобразует зарею божественного света и дает нам образ какой подобает соответственно горению духа божественного и не только это но и изменяет и переменяет божественной власти как сам он один то ведает 10 ум очистившийся посредством трезвения если непрестанной памяти Иисусовой не упразднится от всего внешнего легко омрачается равно с деятельностью соединившей созерцания или хранения ума молвы о себе не отрицается и говор о себе ясного или не ясного не отвращается ибо только душа уязвленная в божественную ко Христу любовью влечется вслед его единого как брата